Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Попросили из горда, из клип моих, занятия потеряйки были, перевести в видео. Они там уже давно были, с 91 года, по тематике, какая-то по темам занятия, по темам. И вот тема «Бог века сего». Начинаем. Это я ввел в лагере или где-то там отдельно мы сидели, на улице занятия были. Они были по полтора часа почти всегда. Названия, фамилии, имена, все, которые сидят, тут чистка была большая. А Игорь Барабаш, он надел был магнитофон такой, кассетный. И он его все эти проповеди записал. Ну, где-то выступление, которое ничего не было. Это только кратко, здесь намного короче. А потом здесь вот мне сделал Анатолий Петеримов. Вот так, чтобы можно было ногой, тут веревочкой. Я ногой его останавливаю. По фразе, по фразе и 123 проповеди переписал. Вот, а теперь мы дарем вам. Никита Колесников, Никита Андреевич считает. Давай. Темой занятий послужил просмотр видеокассеты «Матрица». Еще нужно порассуждать, понимать ли сами режиссеры и авторы этого фильма, что они показали. Но кое-что наталкивает на мысль, что люди мира задумываются о выходе из этого реального мира в потусторонний. Много об этом пишут сейчас. Вот газета «Купи-продай». Что в непутном найдешь для души? Но тут статья. Есть сатанисты поклонения злу. О людях, которые провозглашают богом дьявола. И большие газеты, центральные, комсомольская правда и другие, переполненные такими материалами, приносят в жертву только людей. О том, что начинают они с кошек, теперь говорят, что это не находит подтверждение. Потерялись пять девушек в АГТУ. Теперь их трупы находят в лесополосах. Это в Барнауле. В Барнауле. КГБ сразу начали прорабатывать версию причастности сатанистов. Это ваша работа? С чего вы взяли, что наша это работа? Это мне передавали, там в прокуратуре, как разговор шел. Так у вас же людей в жертву приносят. Вот, приносят, ну и что? Значит, вы, у нас девушек приносят в жертву сатане. А где девушек-действенность найдете в университете? С этим сразу же отбили своих допрашивателей. В таком разврате живут. Они такие там, нам даром не нужны, путаться с этими потаскушками. Это говорят сатанисты. А там построили щасовня во имя Татьяны. Да все это так, актерство. Им нужны незапятнанные, неповрежденные сосуды. Дьявол трудится над тем, чтобы навредить Богу. Тема эта настолько большая и не совсем ясная, что бораться за нее небезопасно. Практически 40 лет я занимался этой темой. Это в то время. Сейчас больше. Собирал много данных, но сказать, что дам вам сегодня новое или в окончательном виде, этого сказать не могу. Люди и демоны. Хорошая книга. Ни одна религия в мире не говорит о своем закате. Откровение. И дано было ему внести, вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. Видите, которое священное писание, это называется сущее. То есть, действительно, а это означает жирным, курсивым и другим светом. И говорит, что дано ему победить. Христианство говорит о том, что кончится все. Там где-то останется, маленькие, где-то в тайге. Христианство будет почти полностью уничтожено. Мы заранее предупреждены о своем поражении. То есть, о полной победе Христа. Мы словим мучеников, что они, умирая телом, победно восходят ко Христу. О проявлениях дьявола, о каких видах он является. Это для того, чтобы хотя бы небольшой был опыт и не попадались на него удочку. Все эти примеры из предыдущего века. В каком виде он являлся в 20 веке, мы хорошо знаем. Под обольстительными лозунгами. Некоторые по сей день выходят на первомайские шабаши с этими мерзкими красными тряпками. От каждого по способности и каждому по потребности. Кажется, до одурения тупое изречение и немыслимо глупое и невыполнимое. Но под знамена этого призыва вставала голь, лодыри и паразиты всех мастей и все порочные пропащие. И не худо, если, может быть, шестая часть суши хлебала из этих паиловых кормушек. Даже теоретически невыполнимое и на один день в жизни это обещание. Потребности и умения талантливых еще выше. И делиться должны быть так, чтобы каждый брал, что и сколько ему нужно. Сапоги поменять хотя бы и два раза на дню. Перед законом все равны. Да, перед законом, но мы сотворены уже неравными. Один мужчина сотворен, другая женщина. Это уже неравны. И при том очень неравны. Женщина более уязвима во всем. И она поставлена в зависимое положение. Дьявол, как правило, берет то, что более слабое. Он бросает в атаку тысячи своих легионов. У него, если одно не получается, то он на этом не закцикливается, как мы. Обозвал кого-то дурак. Потом еще два раза дурак сказал. А дьявол нет. Не получилось. Так он сразу говорит, а ты умный. И с этой стороны начинают нападать на тебя. Он говорит, постись. А что, разве плохо поститься? А далее может морить голодом. Не постись. Зачем тебе от себя морить? И на этом губит. Ты не постишься, а пост это оружие против дьявола. Нет ни одной добродетели, которой дьявол не попытался бы использовать в своих целях. Вообще не существует ни одного слова, которым враг не воспользовался бы в своих интересах. Самое главное, что он пользуется в Библии очень искусно. Он пользуется крестом, пользуется богослужением, литургией. Дьявол Антоний сказал, что идет на богослужение. А ты разве там бываешь? Ни одного богослужения без меня не бывает. Ни днем, ни ночью покоя не дают никому. Притом знает столько людей, столько подходов. Он знает твое развитие, твои привычки. Если гневлив, то с этой стороны будет подходить. Постоянно так ситуацию создавать, чтобы ты мог огневаться. Если любишь начальствовать, командовать, то обязательно с каждой стороны будет подставлять возможность покомандовать. А если не по мне, то я укушу тебя. Нет, я тебя за волосы рвану. Дай мне первое место. Дьявол найдет место через зубы, через уши, через руки. Главное, чтобы выполнить его волю. Как образец Жириновский. Умный мужик. Ну, еще только не по его. Мгновенно из него легион лезет. Хватает, бьет, кидает. Это у Стерлигова Германа. Одинаково. У Лоя, так называемая, Сарионов, Антео. Вот она группа. Все одинаковые виды. Причем, один тоже дух. Хотя они между собой и не знаются. И вот мы посмотрим, как он являлся, в каких видах. И хотя бы маленько возьмем для себя этого внимания. А то некоторые думают, что я, если хорошо работаю или сижу дома, с семьей все в порядке. С женой пока не развелся. То меня вражины не тронут. Оказывается, нет. Духи нечисты. Где встречается это слово? Что такое нечистое? Это бывшие ангелы. И когда на небе произошла война, то Бог их сбросил. Это чистые духи. Ангелы превратились в ангелов с маленькой буквы. Они называются демонами, дьяволом. Сатаной, лукавым, сынами противления. Он называется драконом, змеем, бесом. Названий очень много, но смысл один и тот же. Падшие духи. Рефт, он стоит называть черти. Черти. Откровение. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых. Подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. В чем они выражались? В говорении. Ораторское искусство. Посмотрите, как Керенский говорит. Как Ленин. Это бесовские духи обольщения. Грабь награбленная. Ты свое берешь, ты свое берешь, не чужое. Греха в этом нет. Тащи мешками, тебе же не додали. Компаньоны тебя обманули. Откровение. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря. Пал. Пал Вавилон, великая блудница. Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу. Пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она наполнила все народы. Напоила. Напоила. Все народы. Какой-то великий город будет назван пристанищем всякому нечистому духу. Слово всякий говорит об их разнообразии. По грехам. Дух блуда, пьянства, гнева, злоречия. Священник Артемий этим занимается. И пишет, что приезжают люди избавляться от каких-то духовных заболеваний. Пока священник не вышел, они разглядывают храм. Кого там только нет. Инженеры, директора, артисты. Но вот время ему выходить. И они начинают себя беспокойно чувствовать. Ходят куда-то, глаза поднимают. Начинается молитва. И вдруг под сводами храма 10-15 этажным матом начинают кричать страшными голосами. И их нельзя остановить. Дух ругани. Дух матерщины. Это особый злой дух. Он матерится постоянно. И за каждым словом мать у него разные буквы. Это не сам по себе человек делает. Он сделался вместилищем демонов. И дьявол хулит имя Божие. Дьявол оскверняет речь. Словарный запас. В третьей книге царств. И сказал Господь. Кто склонил Богохава, чтобы он пошел и пал в рамо фигала адском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух. Стал пред лицом Господа и сказал. Я склоню его. И сказал ему Господь. Чем? Он сказал. Я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал. Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И вот. Теперь попустил Господь духом живого в устах всех всех пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. Вот я говорю, когда священники лгут, это дух лжи вошел. Ну, нигде не написано, что он вышел. Он не вышел. Он там и сидит. Ну, явная ложь. Говорят совершенно непристойные вещи. И как будто не видят, стоит у престола, руки поднимает. Ну, ты знал, что не так? Знал. Ну, зачем же ты говорил, что у нас Богородицу не почитают, а чтоб к вам не ходили? Это ужас какой. Ну, вот он попался. Посадили его. А я в тюрьме сотрудничаю. И я ему передачки там какие-то передаю, что нужно там. И дальше, когда ходатайствую по кровавой прокуратуре, пишу там Москву за него. А патриархия его посадила. Владимир Суртаев, село Кытманово. Я уж называю имена все эти. И дальше что? Дальше-то, когда он освободится уже, стал ходить в Алтайский технический университет, я вел занятия-то. И сестра все время ко мне приходила на занятия, потому что брат ее сидит. Теперь он стал ходить к нам. Я говорю, а зачем вы говорили, что у нас икон нет? Ты же видишь, что у нас иконы. И заранее знали, что иконы есть? Знал. А зачем же говорил? А чтоб люди к вам не ходили. Да какой же ты? Он знает и говорит, то есть дух лжи не вышел. Непрерывно лгут. И знают, что это ложь. И берут на себя какие-то функции, что-то знают, видят, где благодать отходит. Дальше. Приоткрывается тайна для нас, что среди ангелов где-то, где Бог с ними разговаривает, предстает этот дух. Он называется дух лжи. Когда нужно было увлечь Ахава, Бог держит совет. Кто его увлечет? И тогда один дух вызвался и сказал, я увлеку его. Как? Царь сильно доверяется своим пророкам. Я выдаву ста всех этих пророков, и они одновременно все скажут одно и то же. Соберется сенот, все вместе примут решение. В брюках женщины заходят в храм. Она вообще не должна считаться за женщину. Мерзавка. Мерзак перед Богом, человек, который делает это. Бритых вообще не запускать. Понимаете? Ничего этого не делается. Ничего. Да это внешне только. Оглашенные из идите. Никто не выходит. Оглашенные главы преклоните. Все преклоняют. Базар. Ужас один. Дух лжи. Он доверяется им, царь? Как у нас есть разные поговорки. Устами младенца глаголит истина. Или хочет узнать. Спросит одного. И второй так же сказал. Спросил третьего и третьей. Значит все от Бога. Значит все от Бога. Это тоже не от Бога. Хотя бы и 33 было. По слову Божию достоверять надо. И дух лжи вошел в уста всех пророков. И только один Михей, сын Емлая, был в стороне и это видел. И когда он сказал одному из священников, который сделал железные рога, и сказал царю. Иди. И ты и так избадаешь всех врагов. Он говорит. Я видел дух лживый вошел в ваши уста. Рога этим сломит Господь. Рога этим сломит Господь. А по какой это дороге дух Божий отошел от меня, чтобы в тебе говорить. А узнаешь, когда будешь бегать по комнате, пятый угол искать. Все так и случилось. Он бегал из счастья без защиты. Прочитайте эту историю. В книге Иова читаем в первой и второй главе, что дух предстал среди тех ангелов, которые уходили по земле. И Бог с ними разговаривает. Встал с Сатаной и говорит про Иова, что он такой хороший, потому что у него все есть. А если все будет против него, то устоит ли он тогда? Слово дьявол в Ветхом Завете встречается только один раз. В Саломе проклятия. Псалом 108. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесну его. А в проклятии говорится, чтобы исправа от тебя отстоял дьявол. Чтобы ни одного права делать и не мог сделать. Это Давид говорит. Это ужасное место. Единственный раз. Один единственный. В Новом Завете встречается это слово 33 раза. Один и 33. Что это означает? Не канонических, только два раза. Первая Маковейская. И было это постоянной засадой для святилища и злым дьяволом для Израиля. Премудрая Соломона. Но с завистью дьявола вошла в мир смерть. И испытывают ее преднадлежащие к уделу его. Дьявол называется глава наших ангелов. Матфея. 13 глава. То есть все грешники, преступники, это дети дьявола. Все люди неверующие, богатступники, нечестивцы, пьяницы, табакуры, это дети дьявола. Когда человек не бодруствует над собой, то враг селит в душу зло. Матфея 20 глава. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону. Идите от меня проклятые в огонь вечный. Уготованный дьяволом и ангелом его. Говорит о том, чем закончится мировая история. И где будет дьявол и его поклонники. Идите в огонь, уготованный дьяволу. Это слова, сказанные самим Христом. Даже не апостолами. Когда наступит всеобщее воскресение, все люди воскреснут. И бог скажет грешникам. Выслужили дьяволу. Воровали. И находили объяснение. Это не мое. Колхозное. А если соседа взял, это куркуль. Живет, нахватал, у него ровная, грабь награблена. Это еще Ленин учил. Совещь, чтобы была мертва. Развратник. Всегда находит объяснение, почему он так сделал. Тот, кто дрочил, поднимает руку на своего ближнего. Тоже объясняет объяснение. А он на меня почему? Я должен молчать. Дай ему. Дай только волю. Так он тебе на шею сядет. Объяснение всегда можно найти. И убийца все так же объясняет. Я 12 лет сотрудничаю с местным СИЗО. Людей знаю с той стороны. Я сам в пяти тюрьмах сидел. В лагере смерть отбывал. И знаю с этой стороны. И практически я ни разу не встретил, чтобы кто-то сказал. Отец, я сижу за свои дела. Но всегда в один голос кричат. Мы ни за что сидим. И никто не говорит. Я своровал. Но говорят, я взял. Святые запрещают делать подмену слов. Вещи всегда нужно называть своими именами. Да я один раз только. Так вот получилось. Я вам говорю, ты один раз попался. Да четвертая ходка. Как же ты один раз-то? Да случайно. А ты меня не помнишь, отец. А я вот такой. Да вы мне не помогали. Да как же ты опять здесь оказался? Да я уже пятый раз попал. До дома не доехал. А тот начал говорить. Я не стерпел. За девушку заступился. Ударил. А меня налистовали. И прочее. Когда прошу дело их и читаю. То там наворочено столько. Конца нет. Я рассказывал про одного. Канинскин. По фамилиям. Хороший мужик попался. Я с ним поработал в тюрьме. Его выпустили. Работал на трамвае. А тут гляжу. Он в камере. Я говорю. А как ты попал? Да дурак взял и тащил. Но я взял совсем немножко. А меня уже второй год томят. Держат. А впереди еще намотают срок. Значит враг посеял плевелы. Все начинается с мысли. Дальше притворение в жизнь. Иван Геотеан. Иисус отвечал им. Не двенадцать ли вас я избрал? Я. Но один из вас дьявол. Когда люди творят подобные дела. Друг на друга клей вещи. То они совершают великий грех. И уподобляются дьяволу. Когда Иуда задумал сделать предательство. Господь говорит. Один из вас дьявол. Слово дьявол. Греческое слово. Но переводится как клеветник. Клевета. Ложь. И когда человек говорит клевету. То это маленький бесенок. Уже в рот залез. А Христос есть истина. Иоанн 14.6. Истина справа. Ложь слева. И заметьте. Все что Божье всегда справа. Коммунистические партии называются левый птолк. Левые партии. Кто им это давал? Ленин? Маркс? Не знаю. Я не мог найти первоисточника. Кто им дал название левый? Они сами так себя и называют. Или говорят. Шофер поехал налево. То есть на шабашку. На неблагословленный начальством дела. Для личной выгоды поврел. Налево это к дьяволу. Обман. Ворованное. Взятку с бутылку. Апостол Павел говорит. Иоанн 13 глава. О исполненный всякого коварства. И всякого злодейства. Сын дьявола. Враг всякой правды. Перестанешь ли ты совращаясь с прямых путей Господних? Когда человек противится проповеди о Евангелии. Желает настоять на своем. Вести людей ложным путем. Не куда там. А в ад. Это сын дьявола. Так это оскорбление личности. Никакого нет оскорбления. Вещи нужно называть своими именами. Так что же. Кто у нас в деревне не молился сегодня. Они уже стали сыны дьявола. Не все. А кто противился. Другие не были. Может быть нельзя было прийти. Речь идет о противящейся истине. Не приходилось много где проповедовать. И на территории Кремля. И в соборе Василия Блаженного. Могу сказать. Истина проповедуется исключительно редко. Даже среди верующих. Не договаривают многое. Священнику не понравится. Епископ выразит недовольство. Поэтому за истинными проповедниками охотятся все. От патриарха до прокуратуры. До ФСБ. И каждое слово берут на анализ. Не про нас ли тут говорил ты, чухонец? И если даже и не назвал по имени. Но слово живое найдет точки обнаружения. Истинного проповедника это всегда радует. Это что слово Божие живое и действенно. Это меч обоюдоострый. Слово Божие это не губка, не век входка. Оно отсекает ненужное и лечит. Как загноившийся, когда начинается гангрена. Чтобы было сохранено остальное. Иаков послание. Итак, покрытись Богу. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. А где же он? Будьте внимательны. И увидите его уже утром в воскресенье у постели. Он уже давит и шепчет. Подлежи еще. Ну еще немного. Противостань ему и убежит. Вспомни, когда ты был молод и спешил на свидание с любимой. Вот так и спешил на встречу с Господом. Должна быть интимная встреча. Устал, не устал, но без молитвы за стол и спать не лягу. И если Библию не почитаю, то душа умирает. Дьявол говорит. Да ладно тебе. В другое время это никуда оно не денется. Ты и так уже сколько раз Библию прочитал. Оставь ты ее в покое. Сердце вот тебе опять барахлит. Полежи маленько. Жена тебе тоже говорит. Но если сегодня отложил, завтра тебе недосуг. Послезавтра ты уже не тянешься к ней. Противостаньте дьяволу. Идешь ты и нашел чужую вещь. Хозяина-то нет. Может кто оставил. А то и того лучше. Сегодня подбрасывают и ты только взял. А эти хмыри тебя тут уже и в сторону. И твои деньги ты все надашь. Найди хозяина и сделай объявление. Чей волк? Чья корова? На полу увидишь деньги. Они на нитку. Дернули? А ты уже взял. А он навстречу кто-то увидит взял. Ты спрашиваешь. Вы не видели тут деньги я потерял где-то? Ага. Да сколько здесь? Да я сотню взял. Все выгребу до конца. Не будь простопилен. Ты поймаешься сразу. Настолько ты простодырый. Совершенно не думаешь на полшага. Я тебя берегу. Не знаю как. Вот говорится. А как узнать дьявола угождают? Ну рассказывать видение было. Видение как правило на стадионе. Дьявол. И дают беса отчет ему. Ну что ты сделал? Он говорит что? Корабль большой построить. Такую жадность развил человек. Он набрал людей много. И теперь сказал сделай рекорд. И все поедут на тебе. А потом подогнал ему льдину туда. Он ахнулся в ней. И ко дну пошли. Полторы тысячи уничтожил. Он дурак. Да они все мои были. Бейте его. Его бесы наказали железными цепями. Другой говорит. А я познакомил так. Вот она сама хорошенькая такая. А тут чеченцы. Ну она за него замуж вышла. А потом тут клан на клан. Тут пошло такое. А такое устроил бушу с этой свадьбой. Он говорит. Дурак. Да они все мои были. Третий бес. Третий бесенок говорит. Ты что сделал? Да я сделал что? Немножко. Ну а что конкретно? Да там монах один подвязался в пустыне. Ну я над ним 10 лет трудился. И наконец его ввел в грех. И он в этом состоянии нераскаянно умер. Он говорит. Наградить его. Вот. Вот это подлинная победа. Поэтому не количество. А это все. Это взрывы. Там где они люди неверующие были. Они все равно с сатаной жили. А вот верующие победить. Дальше. Найди хозяина и сделай объявление. Чей волчья корова. Когда мы первый год поселились в Потеряевке, в 91 году пристали к нам три телки и бычок. Мы поискали и не могли найти хозяев. Кто бы и как на нашем месте поступил. Пустынное место. Тем более вы не воровали. Но мы объявляем председателю сельсовета Кулеви. Объявляем в соседнее село Урывку. Заготавливаем объявления на радио Алтайского края. Приезжают люди смотрят. Один якобы признал быка своего. Нам советуют не показывать живность. Чтобы тот кто ищет хотя бы сказал какого света искомо. Кормим их. Тогда из сельсовета приехали и говорят. Хозяина нет. Оставьте у себя. Мы протестуем. Заберите в колхоз. Я верующий. Не могу чужой брать. Иду по площади. Нашел часы. Отдал милицию. Меня за это свои же отсудили было. Не знаешь кто в милиции нынче служит. Мусора. Воры одни там. Мое дело маленькое. Отдал и спокоен. Утром. Когда к двери подходишь. Не спеши открывать ее. Но сначала перекрестись и произнеси молитву. Отрекайся от сатаны. И от всех дел его. От всех ангелов его. От всей гордыни его. Дьявол спрашивает Антония. Почему ты угоден Богу? А я не угоден. Дьявол и постится и трудится. Антоний. Я ем один раз в десять дней. А дьявол. А я вовсе не ем. А спишь как? Иногда по часу. Иногда по полтора часа в сутки. А я совсем не сплю пять миллионов лет. Но чего мне не хватает? Смирение. Матфея. Одиннадцатая глава. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо. И бремя мое легко. Дьявол сразу ладонь об ладонь хлопнул. Ах ты. Теперь не могу. Терпеть не могу это слово. Смирение не могу это слово, оно унижает, не дает развиться личности, таланту, оно противно мне. Иисусики, вскурежило вас, не можете нигде за себя противостать, все бы за вас кто-то заступался, все вам с небоманно, нужно милости эти брать, а не выпрашивать. Смирение это самое противное слово, дьявол научает жену быть важнее. Был лживый гимн, союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки Великая Русь. Нет республик, все порушилось и без единого выстрела, чудо. Ну как Гитлер говорил, что такое совесть, это химера евреев. Дьявольское, все уходит с проклятиями, будет царство Антихриста и уйдет оно с приходом Господа Христа, Петра Петра. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он все время ищет тех, кто противится Божьему установлению. Ищет непрерывно, издает свой пугающий рык. Люди хотят радость иметь, но с черного хода, ну немножечко, рюмочку, не больше одного раза уколоться наркотиками. Дьявол ищет хотя бы один раз, и это навсегда. Противостаньте дьяволу, утвердую верою, 1 Иоанна. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для всего это и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3.10. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякие, не делающие правды, не есть от Бога, равные, не любящие брата своего. Не любят брата, нападают, как я называю все эти нехорошие слова, говорят. Дети дьявола. Я бы гонялся их, пакости делал, узнавал, кто с ними знаком, его заливать. То есть я даже не слыхал, что до такой низости может опуститься, и при том человек в рясе. Неслыханная вещь. Это дети дьявола. А это он бесноватый. На меня уже говорят. Я ничего за вами не гоняюсь. Ни одного слова на вас не придумываю. Я только в ответ пытаюсь хотя бы маленькое движение сделать, что не надо этого делать. Тем более Великий пост идет. Ничего не понимают. А почему? Система. Система абсолютная и везде патриархийные лжи. А причина в чем в корне. Основана неправильно была. Не от Бога, а от Берии со Сталиным. Я не обвинять хочу, а просто чтобы задумались и приняли какое-то решение. Дальше. Прочитай, будешь знать, чьё ты чадо. Может быть, давно уже рога выросли у знакомой твоей. Дьявол – великий спорщик. Иуда 1.9. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре в Моисеевом теле, не смел произнести уковизненного суда, но сказал, да запретить тебе Господь. Что это был за спор? О чем? При чем тут тело? Есть несколько толкований. Одно из них дает напоминание о том египтянине, которого убил Моисей бессудно, поэтому не достоин ангельского погребения. Другое же толкование такое, что дьявол не хотел, чтобы Моисей был погребен, но чтобы люди почитали его мощи, сделали ему мамзолеи и поклонялись этому чудищу на Красной площади. Архангел же сказал именем Бога, да запретить тебе Господь. И онемели устал живое. Второй коринфянам. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высоял свет, благовествование о славе Христа, которое есть образ Бога невидимого. Дьявол называется князем и владыкой. Он и владыка смерти, и имеет державу смерти. Еврей 2.14 А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Характеристики дьявола узнавали за самое короткое время. Чем же он окончит? Понимаете, вот есть такой демон и люди, там написана книга где-то. Совершенно не так отвечают. Я отвечаю, что об этом говорит Святая Библия и Святые Отцы. Зачем какие-то слова, которые не подтверждаются Святой Библией? Чем же он окончит? Откровение 20 глава. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророки будут мучиться день и ночь во веки веков. Лев Толстой называет этого духа чертом. Есть у него еще и имя Сатана, то есть противник, переводив с еврейского. В Библии это слово встречается 49 раз. В Ветхом Завете 15 раз. Из них книги Иева 11 раз. Давид избранник Божий. И дела иногда делал, не посоветовавшись Богом. И это дело было в государственном масштабе. И подбил его на это враг душ. Первый параллель поминал. И восстал Сатана на Израиле, и возбудил Давида сделать исчисление израильтян. Это не просто от себя. Сам по себе решил. Это дьявол. Ну никто этого не видел. Давид дал указание. Президент дал указание. Такое-то, такое-то делать. Ну и все. И пожалуйста. Бомбят Ливию. Бомбят Ирак. Дальше. Кто-то из членов Государственной Думы должен бы противостать этому решению. Делать перепись в нашей стране. Может Жириновский противостанет. Слишком огромные средства. И ничего это не даст. Чего нас переписывать? Бараны и бараны. Наша нация теряет более 1 миллиона каждый год. Смертность превышает рождаемость. Единственная нация в мире, которая так быстро исчезает. Более 4-х, а теперь и за 8 миллионов абортов каждый год. 18 тысяч каждый день абортов. Это раньше было. Сейчас больше 20. А 14 тысяч 700 потеряли в Афганистане за 9 лет. И не можем опомниться. Демографическая катастрофа. Сатана и побуждает делать всю мерзость из-за невоздержания. Для страны 10 миллионов, армия и миллион человек это неправдоподобно. Но в Израиле так и было. Перепись была неугодна Богу. И Бог показал казнь. И было народу. Книга Иова говорит о том, что среди сынов Божьих появляется и сатана. На нас тоже в 1999 году, 2 августа, в 4 часа 30 минут, в последний раз напали коммунисты. Санэпидемстанция. Они, конечно, не ожидали такого отпора и откатились. Дьявол сначала идет в глобовую атаку. А потом идет в окружную. Сатана приходит ко Христу с Библии в руках. Господь отвечает, не хлебом с единым. Газета так и пишет, говоря об артистах. Не хлебом единым. Но не дописывает слова. Но всяким словом Божьим, исходящим от ума Божьего. Вот дальше еще написано. Сатана похищает. Он вор всегда. Перекупил или достал ворованное сам Марком. Пассивно при дороге означает тех, в которых сеется слово. Но которым, когда услышат, то сейчас приходит сатана и похищает слово. Пассивно в сердцах их. Страна воров, одержимая дьяволом. Решетки в городе, в ограде. И плитку выдрали и увезли. Мост железнодорожный размонтировали. Так и не нашли. Лука. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Это падение с неба противника Божия. Наше определение болезни позвоночника одно. Что-то с ущемлением выпавших дисков или нервов. Скручивало не разогнуться. Горбатого могила только исправит. Но вот Господь такую скрученную женщину увидел и сразу же заговорил о невидимом для других. Что на ней какие-то веревки. И что имя связал ее сатана. Лука. Сию же дочь Авравову, которую связал сатана, вот тоже 18 лет, не надлежала ли освободить от уст сих в день субботний. Сатана просит Бога молиться ему, чтобы он рассеял апостола по всему миру. Молится, не молится. А, сатана просит, молится ему, чтобы он рассеял апостола по всему миру. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Просил это молитва. Когда они не бодрствуют, дремлют и спят духовно, то их душу засевают дьявольские семена, Матфея. Когда же люди спали, пришел враг его и посел между пшеницей и плевелой и ушел. Знаешь человека, верит правильно, но потом начинает вилять и уходит, первый Тимофей. Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Сколько есть сегодня разных сект. И все себе нарекают, как бы от Христа происходящими. И что они исполнены благодати. Откровение 2 глава. Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Зовут приехать, помочь духовно, но вот одно за другим неопределимое препятствие. Отчего они? Павел усматривал в этом нечистую силу. Первый псалоникийцам. И потому мы, я, Павел, и раз, и два, хотели прийти к вам. Но воспрепятствовал нам сатана. Когда человек молится, живет внимательно, то бог дает прорицательность. Второй коринфянам. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Незнающие истины легко подаются разным единическим обещаниям, принимая все преподаваемое им за чистую монету. Второй коринфянам. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Сатана не оставляет никого. Иногда решают люди по-доброму понести подвиг целомудрие. Но сатана и на это подлавливает. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не воскушал вас сатана невоздержанием вашим. Сатана искушает невоздержанием, а невоздержанием. Когда себя не держим в узде, не сдерживаем порыва плоти. По молитвам церкви или праведных людей согрешающие могут быть преданы болезни. И хотя человек будет лечиться у врача, но он может предположить, что этой болезнью владеет дух. Придать сатане во измождение плоти, дабы, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Человек противится благой вести и не хочет обратиться к Богу. Сам ли он только препятствует входу в него Духа Божия? Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верой в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Римлянам. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Люди привыкли лгать на каждом шагу, но согласно Библии это не просто неправда, но это вложенная мысль в отзлобного демона. Я не петли. Но Петр сказал. Анани, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать духу святому и утаить из цены земли? Зная уловки сатаны, помолимся Богу. И прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Слава Христу. Как уж прочитано, ну поросили, вот мы это сделали. Что такое князь мира сего? В общем, проявляется, согласно Библии, ни выдумкам, ни сновидениям. Да избавит нас Господь от слуг сатаны и от его самого. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok